Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. На территории Ставропольского края продолжают действовать ограничения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Но, несмотря на непривычные реалии, жизнь продолжается. Люди рождаются и, к сожалению, умирают, женятся и, как ни прискорбно, разводятся. О работе управления ЗАГС в период пандемии коронавируса поговорим с начальником управления ЗАГС Ставропольского края Сергеем Назаренко. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сразу первый вопрос. Как работается в условиях пандемии? Действительно, в крае наблюдается эпидподъем коронавирусной инфекции. Наши медики работают с большим напряжением. Мы все должны понимать, что от соблюдения требований санитарной безопасности во многом зависит ежедневная статистика заболеваний. Как работают отделы ЗАГС? Прежде всего, мы обращаем внимание наших заявителей, что необходима предварительная запись на прием. Первое. Можно это оформить непосредственно через телефон, позвонив в отдел ЗАГС, через единый портал государственных услуг или направив по электронной почте сообщение. Также мы обращаем внимание, что очень неохотно граждане используют единый портал госуслуг, который позволяет вообще обратиться за получением практически всех услуг в отделах ЗАГС края. А почему неохотно используют? Какие-то сложности возникают? Ну, сложности заключаются в том, что им необходимо зарегистрироваться на портале, соответственно, изучить пошагово, как это делать. Но этот алгоритм размещен и на сайте управления ЗАГС Ставропольского края. И чтобы не было несколько раз походов тех, кто любит непосредственно приходить в отдел ЗАГС, мы всегда рекомендуем обратиться к сайту нашего управления и ознакомиться с той или иной услугой. Как он называется, сайт? Ставзагс.ру И еще, если можно, телефон сразу. Скажите, какой, чтобы люди могли позвонить? Ну, это автоинформатор, я скажу, в общем, для всего края с кодом 8 865 2 23 02 51. Там по услугам разбито предоставление информации. И если вам понадобится уже после автоинформатора или ознакомление на сайте с информацией, вы можете позвонить специалисту и уточнить. Также в разделе «Территориальные отделы» размещен и график работы отделов, и непосредственно телефоны, по которым можно обращаться, и адреса электронной почты. При посещении отделов ЗАГС необходимо заведителям иметь гигиенические маски, в том числе и участникам торжественной регистрации брака. У нас ограничено количество участников торжественной регистрации браков. Мы все время проводим инструктажи с молодыми людьми, которые вступают в брак, о том, что все участники, а участников их 10, включая в том числе здесь и регистратор, и фотограф. Практически на количество участников приходится родители, вступающие в брак, сами вступающие в брак, и видео, фото, и регистратор. Да, любителям свадеб с размахом не подходит. Вы понимаете, необходимо думать о последствиях, поэтому мы часто говорим о том, что не надо приглашать на эти торжественные регистрации граждан, которые приезжают из других субъектов. Да, это тоже вопрос. Не надо рисковать гражданами, которые имеют какие-то осложнения по здоровью. Люди, которые 65 и более возрастом. Поэтому, что касается сегодня видеосъемка, фотосъемка, она позволяет людям ознакомиться с тем торжественным моментом, который был. Просто надо пережить этот период и все-таки соблюдать те требования, которые ставятся и Роспотребнадзором, и краевым штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Прием также граждан у нас ведется с соблюдением всех требований. Определяется дежурный специалист, который работает тоже в гигиенической маске, перчатке. Все документы, которые принимаются, обрабатываются дезинфицирующими средствами. Но это бережет здоровье и наших работников, их близких, родных, а также наших заявителей, которыми мы также очень дорожим. Поэтому проводятся регулярные проветривания и обработки помещений. Но мы очень надеемся на то, что в период таких массовых заболеваний граждане все-таки будут следовать тем просьбам, которые я сейчас озвучил. Предварительная запись, обращение через единый портал и соблюдение требований по участникам торжественной регистрации. Все-таки, знаете, сложно представить такой торжественный момент, надевают кольцо, а рука в перчатке, да, в этот момент? Дело в том, что рука может уступающих в брак в это время и не в перчатке. Поэтому что работник, который им передает документы, он будет в перчатках. А, понятно. А есть у вас сотрудники ЗАГСа, которые переболели коронавирусом? Их единицы. Мы с самого начала следуем тем требованиям, которые предъявляет Роспотребнадзор. Мы не один день, но единственное, у нас несколько дней был закрыт отдел ЗАГС по Апанасенковскому району. Все отделы ЗАГС работали в режиме и, самое главное, не только регистрировали акты гражданского состояния, но и переводили актовые записи в электронный вид, потому что это одна из главных задач, которая была поставлена и президентом Российской Федерации, и правительством Российской Федерации перед органами ЗАГС. А пандемия как-то повлияла на количество свадеб или разводов? Да, это сказывается, потому что меняются планы граждан, и это непосредственно влияет и на статистику. Но здесь еще и демографическая ситуация, которая была ранее, ее нельзя не учитывать, поэтому здесь все с временными рамками и количеством надо связывать рождение детей в те или иные периоды, и когда эти уже непосредственно дети выросли и вступает сейчас в брак. Если их было меньше, значит, соответственно, и браков будет меньше. Но самое главное, что заключается, чтобы меньше расторжений брака было. Поэтому это во многом зависит от людей, от воспитания в семье, но мы об этом поговорим позже. Чуть позже. Хорошо. Вот с 2018 года началась работа над созданием электронной базы актовых записей. Ну, собственно, вот сейчас на каком этапе эта работа и какой эффект она произведет, единый вот реестр? Задача была поставлена, чтобы до конца этого года перевести все актовые записи, которые находились в отделах ЗАГС в бумажном носителе. Необходимо сказать, что вообще архив управления ЗАГС Ставропольского края, он один из больших по объему среди органов ЗАГС субъектов Российской Федерации. Мы входим в двадцатку больших хранителей архива. У нас находится на хранении только актовых записей более 14 миллионов. Так, это начиная с какого года? Даже сложно представить. Это начиная с 20-х годов до сегодняшнего времени. Но что касается Северо-Кавказского округа, это самый большой в Северо-Кавказском округе архив именно актовых записей. Вся эта информация была на бумажных носителях, да? Да, вся информация была на бумажном носителе. И нам вообще, они в двух экземплярах составлялись, актовые записи. Те, которые хранятся непосредственно в архиве краевом у нас здесь и на местах. И из этого массива нам надо было перевести 7 миллионов 800 тысяч актовых записей до конца года. Мы справились с этой задачей к началу этого месяца. Мы их перевели, не только перевели успешно, но передали непосредственно в единую базу федеральную. Дело в том, что вы представляете, что сколько было изменений названий наших поселений, сельских советов. Необходима была привязка именно этих актовых записей к наименованиям этих поселений именно временном. Работу эту, в общем-то, делали наши специалисты. И специалисты, которые были привлечены, их более 60 человек, для перевода. Вообще, эту задачу, когда мы приступали к задаче решения, вообще по путям принималось именно губернатором. Что не отдавать на откуп перевод этих актовых записей организациям. А необходимо все-таки справиться с силами специалистов, потому что они, во-первых, понимают содержание этой актовой записи. Это будет обеспечена и конфиденциальность данных. И мы на сегодняшний день, сравнивая те субъекты, которые все-таки перешли на перевод организаций, мы видим наше преимущество. Потому что, если и возникают сегодня ошибки, они успешно нашими специалистами устраняются. Что касается эффекта. Но вообще, для чего перевод осуществляется? Для того, чтобы уйти от того, чтобы экстерриториальность была в получении услуг ЗАГСа. Потому что у нас все время привязка была получения услуг любого гражданина или к месту его рождения, или к месту хранения той или иной актовой записи, или к месту жительства. Потому что, ну понятно, бумажный вариант, он диктовал, что он должен прийти в отдел, получить услугу. Но мы в связи с тем, что вот край опережающими темпами переводил актовые записи, мы ушли от получения услуги выдачи повторных свидетельств и справок с 2019 года. Мы, в общем-то, появились условия, чтобы граждане нашего края обращались по месту жительства за получением этой услуги. И если человек родился в Степновском районе, он проживает в Ставрополе, он непосредственно подходит в отдел ЗАГС и получает и повторное свидетельство, и рождение по любому факту регистрации, в том числе и справки. Это удобно. Во-первых, ускоряется процесс получения услуги. Но вы можете представить, что переписка по почте занимала вот несколько недель и более месяцев. Вообще для всех удобно. И для людей, и для органов. Очень удобно, да. И в зависимости от того, когда по времени пришел в отдел ЗАГС человек, но если он пришел в 17.00, конечно, эту услугу он может и не получить в этот день. А если он пришел с утра, у гражданина есть возможность эту услугу и получить. Эффект ускоряется процесс, доступность этой услуги предоставляет возможностей больше. А что касается экономического эффекта, то, во-первых, мы не тратим деньги бюджетные на пересылку этих документов. Во-первых, сколько бумаги, да? И граждане, да. Потому что бывают такие случаи, что даже люди летят с других городов, им быстро необходим документы, и они тратятся деньги для того, чтобы приехать. Сегодня в нашем крае эта проблема решена. Что касается вообще страны, то со следующего года, так как все должны органы ЗАГС перевести актовые записи, у всех граждан появится такая возможность. А что касается наших граждан, они могут инициировать в органах ЗАГС по месту их пребывания в других субъектах. Так как у нас перевод отшлен, они могут получать эту услугу и в других городах. Самое главное, чтобы было желание им помочь в тех органах ЗАГС, к которым они обратились. Вот сейчас вся информация в едином реестре, а на бумажном носителе она также будет сохранена? Обязательно. Она сохраняется пока, потому что длительных таких периодов хранения электронных носителей еще по большому периоду не изучено. Поэтому сегодня принято решение, что в одном экземпляре бумажном будет непосредственно храниться в отделах ЗАГС. Что касается длительной такой, в общем-то, и в будущем перспективы, то на базе единого реестра актовых записей будет создан регистр населения. Такое поручение в правительстве есть соответствующим министерствам. Это Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная налоговая служба работают над этим. Но где-то это ориентировочно пока по документам, которые есть, это 2022 год. Вот эта вся информация, которая содержится, это вот кто когда родился, женился, развелся, умер и так далее. И начиная где-то с 20-х годов. Ну, вы знаете, у нас такие моменты появляются, так как наша база есть, там все наглядно. И когда иногда приходят молодые люди на подачу заявлений или направляют документы, то нам выдает информационная система, что данный человек находится в браке, он еще не расторг брак. И в этом случае подача заявлений не может быть осуществлена им. Поэтому в масштабах страны, конечно, это будет более наглядно видно. А если вот другой организации нужны документы, которые в ЗАГСе, вы между собой как-то организацией обмениваетесь или надо будет самому человеку бегать? Дело в том, что вы понимаете, есть определенный алгоритм предоставления данных, которые находятся в органах ЗАГС. И этот алгоритм отработан на уровне Российской Федерации. Каким органам, организациям предоставляются те или иные сведения, в каком порядке? Вы, наверное, тесно сотрудничаете с МФЦ, да? Ну, это не только МФЦ, это фонды различные, тем, которым, в общем-то, эта информация нужна. И тем определена и круг организаций, и информацию, которую возможно предоставлять. Так, сейчас немножечко другую тему. Вот каждый ноябрь у вас проходит акция «Стоп-развод». Какие мероприятия запланированы в этом году, если они, конечно, запланированы в связи с коронавирусом? Ну, вы знаете, коронавирусная инфекция и те меры, которые принимаются, они накладывают отпечаток на мероприятия, которые проводятся. Мы уходим от массовости этих мероприятий и переходим, в общем-то, в онлайн-режим. У нас с 2012 года проходит эта акция. Она нашла также, в общем-то, поддержку и проводится во многих субъектах Российской Федерации, но под разным названием. Мы отводим как раз месяц ноябрь для этого. Какие важные такие мероприятия? Ну, во-первых, летний период. Летний период, люди возвращаются с отпусков. Да, в общем-то, у нас летний период – это массовое вступление в брак, летний и осенний период. И уже таким завершающим месяцем вступления в брак является ноябрь, да. И мы вот, в общем-то, посмотрели, и всплески бывают так в определенные месяцы, и они прежде всего связаны с началом года. Чтобы мы как бы не начинали год с мероприятий, которые все-таки оголяют наши проблемы, а все-таки в завершении года мы информировали граждан и о состоянии брачно-семейных отношений, и проводили те мероприятия, которые будут интересны. В основном мероприятия мы сейчас складываем из тех предложений граждан, которые нам поступают. Ну, во-первых, у нас появилось новое такое, в общем-то, конкурс социальной рекламы. Главное в жизни – это семья. Мы посмотрели это третий год, мы будем проводить, мы будем в период проведения акции демонстрировать те видеоролики, которые нам были представлены ранее. Они очень интересны. В основном авторами их являются молодые люди, и, как правило, студенты, и победители среди каждого года. В основном молодые, творческие, интересные люди, которые тонко понимают особенности семейно-брачных отношений, и могут в коротком достаточно таком ролике, пусть он иногда непрофессиональный бывает, но показать, в чём суть, в общем-то, семьи и негативных последствий, когда эта семья разрушается. Особенно связано это с детьми, потому что главная проблема, когда, в общем-то, распалась семья, и, ну, в общем-то, что греха таить, да, отец, создав другую, забывает о детях. Вот, как правило, вот нотки вот этого отсутствия внимания со стороны отца, воспитания детей, часто звучат в наших видеороликах. А правда эти видеоролики могут помочь людям остаться вместе? Идётся какая-то статистика, насколько помогает акция? Вы знаете, остаться вместе или нет, но самая главная задача – это задуматься. Что создание семьи – это очень важный для человека момент. Ответственный шаг, да. Ответственный шаг. Семья – это главное для нас. И впоследствии, да, никто никогда не критикует и не говорит, что и людей не критикуют за то, что вот не сохранил семью там или… Но мы ещё раз вот говорим о том, что главное – это дети, так? Вот когда в семье есть дети, необходимо внимание обеих родителей, потому что когда они растут, когда достигают, в общем-то, возраста, когда они студенты, они могут оценить вот эту проблему отсутствия воспитания в семье отца. То есть вы работаете не над тем, чтобы люди остались вместе, а над тем, чтобы у ребёнка был и папа, и мама, даже если они живут отдельно. Да, но самое главное, что есть психологи, которые консультируют, потому что порой знаний специалиста отдела ЗАГС не хватит для того, чтобы убедить. Но в это время мы размещаем телефоны людей, которые специализируются. Может быть, впоследствии люди, которые приняли решение расторгать, они будут работать с этим психологом для того, чтобы сохранить семью. Но были такие моменты, когда обоюдно приходят и нет детей, подают заявление, разговаривают психологи или специалисты, и потом через месяц люди не приходят. Значит, может быть, они всё-таки решили и отложили. Где-то за ноябрь месяц у нас всегда не приходят по обоюдному согласию 20-30 пар на расторжение брака. Это тоже, в общем-то, эффект. Даже если одна пара не пришла благодаря акции, это уже позже. Ну, вы знаете, что акция – это объединение усилий и общественных организаций, потому что в стороне не находится в это время и Краевой совет женщин, и молодёжные общественные организации. Если мы будем объединять усилия, то так или иначе, и пропагандировать всё-таки семейные ценности, мы больше задумываться будем о ценности семьи и её сохранении. А, вопрос. Сейчас у нас не так много времени осталось. Хочу всё успеть спросить. У нас на территории страны проживают граждане Российской Федерации и выходцы из зарубежных стран. Вот при утере ими документов возможно ли, не выезжая, получить повторное свидетельство о регистрации? Да, это возможно. У нас ежегодно где-то 8 тысяч граждан обращаются за такой услугой. Единственное, мы всегда просим, и я вот обращаюсь к зрителям, что если вы обнаружили, что у вас потеря документа, который о регистрации акта гражданского состояния состоялся за рубежом, это и граждане этих государств непосредственно ближнего зарубежья, и граждане Российской Федерации, и лица без гражданства, вы должны сразу же обратиться в отдел ЗАГС, потому что пересылка документов по почте, она, в общем-то, затягивается по времени от одного месяца до нескольких месяцев, иногда даже полгода. И потом граждане высказывают нам претензии, но в этом случае мы оперативно отрабатываем запросы граждан, тем более, в общем-то, цена как бы этой услуги госпошлина 350 рублей, поэтому гражданам необходимо оперативно обращаться, не задерживаться, потому что, как правило, при оформлении пенсии, при вступлении в наследство возникают эти проблемы, а до этого или на документ не обращали внимания, или, в общем-то, думали, что это все оперативно, но это не зависит от органов ЗАГС Российской Федерации и Ставропольского края в том числе. А вот в инстаграме ЗАГСа появилась информация о включении сведений об иностранных документах, выданных гражданам Российской Федерации в единый реестр ЗАГС. Об этом, если можно, подробно. Да, с 1 января 2019 года эта обязанность появилась у граждан, которые зарегистрировали акты гражданского состояния именно органами компетентными этих государств. Необходимо им сделать уведомление в отделы ЗАГС, предъявить перевод этого документа, удостоверенный нотариусом. Что касается, можно сделать это предъявить лично, посредством записи предварительной или направив по почте в отдел ЗАГС по месту жительства. Что дает для граждан это уведомление? Первое, что если граждане в последующем будут оформлять другие документы в органах Российской Федерации, то органы, которые работают по межведу, оперативно сделают им документы без предъявления ими документов на бумажном носителе. Поэтому вот здесь в обязательном порядке граждане должны руководствоваться вот этой обязанностью. Что касается более подробно, с информацией ознакомиться, необходимо на нашем сайте ставзак.ру в разделе услуги и здесь непосредственно регистрация за пределами Российской Федерации подраздел. Ну и последний вопрос. Органы ЗАГС отмечают в этом году столетие, круглая дата. Какие мероприятия планируются? Ну, в общем-то, мы уже говорили о той ситуации, в которой приходится нам работать. Мы в этом году действительно отмечаем 100 лет органам ЗАГС нашего края. В начале года состоялась выставка к 100-летию, посвященная в музее краеведческом имени Прозрителева и Права. В феврале мы провели свадебный мир Ставрополья, где наградили профессионалов своего дела именно по торжественной регистрации именоречения. И подвели итоги и показали традиции, семейные традиции наших земляков, которые проживают в разных районах нашего края. Что касается сейчас развернутой экспозиции документов 19-го и начала 20-го века семьи Корневых, их архив представлен об их семье, по регистрации в различных уголках нашей страны. Очень интересные документы. Эта экспозиция размещена непосредственно в отделе ЗАГС по Труновскому району. Так получилось, что 100-летие совпало 75-летием со дня Победы. И мы в мае и июне при торжественной регистрации брака все-таки отдельными такими моментами звучала музыка Победы. И мы вручали молодым, которые вступали в брак, копии писем с фронта своим любимым, своим женам, для того, чтобы они видели, насколько даже в годы Великой Отечественной войны люди ценили любовь, семью своих детей. Ну и трогательные истории мы сейчас печатаем вместе и с местными СМИ районов, и также на сайтах «Великая Победа в истории создания моей семьи». Ну и традиционно будут, в общем-то, и конкурсы рисунка детского рассчитанное, и также будут выставки посвященные... Ну это, наверное, все в онлайн-формате, да? Да, 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 да. Ну мы со своей стороны тоже поздравляем вас с юбилеем. Будем надеяться, что все, что у вас запланировано, пусть получается, и пусть все будет хорошо. Спасибо, что пришли. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. До новых встреч!